Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортит, и мы продолжаем проходить Безумного Макса. С момента нашего последнего выпуска, нашей встречи, многое изменилось, ну как многое, по сюжету, как я понял, вот эти голубые точки это сюжет, по ним надо двигаться, по сюжету ничего не изменилось, то есть все там же, нам надо раздобыть черный порох, ингредиенты необходимые для него, но, дабы, друзья, не мучить себя тем, что по-любому придется делать, это вот захватывать какие-то форпосты и так далее, заниматься рутинной песочницей, которой, я думаю, никому не интересно, даже мне это немножко поднадоедает, хочет все-таки под сюжет уйти, я поездил несколько часов, захватил несколько форпостов всяких, да, то есть, пришел просто, убил, нашел все эти канистры, взорвал и так далее, поэтому я немножко прокачался, соответственно, эти базы, которые я захватил, и пункты теперь быстрого перемещения у нас лучшие возможности, есть вот несколько пунктов я захватил, да, больше ресурсов у нас, немножко лучше прокачка, и мы можем не отвлекаться на все эти второстепенные задачи, мы можем спокойно идти по сюжету, как я понял, вообще, что у нас здесь, друзья, происходит, то есть, у нас есть некоторые территории, вот джид, да, как я его джигид называю, есть суховей, где у нас есть еще этот тип, бородатый этот мужик, и на каждой территории есть местные князья, вот этот джид, там еще кто там, вот Бьюхоррес, вот Бьюхоррес, да, вот этот, там еще кто-то будет, тут какая-то территория Красноглазки, тоже, наверное, не помню, девушка, может, или кто это, Красноглазка, или мужчина какой-то, или какая-то организация Красноглазка, в общем, как я понял, Гастаун и этот член, который всех терроризирует здесь, нам что нужно будет сделать, как я вижу пока что, еще неизвестно по сюжету, у меня есть такие догадки, нам надо как-то усилить этих князей, князей, этих князьков местных, чтобы потом они вместе с нами нанесли удар по Гастауну, по вот этому члену, хотя я могу и ошибаться, может быть, это не совсем так, но вот есть такие догадки, на данный момент мы помогаем местному владыке по имени джид, и нам надо раздобыть порох, то есть элементы для черного пороха, серо, селитра и так далее, друзья. Наш вот этот союзник, Горбатый, как я его называл, я подумал тут, и дело в том, что Горбатый, там, вот это, как-то очень, знаете, так типично, неинтересно, Рокутагин, ну, тоже, все это было, все это приелось, я придумал ему новое, нормальное, погоняло, оригинальное, он у нас теперь кто? Его новое погоняло, он гнутый, слышь, гнутый, поехали. Так, вот так вот, я улучшил машину, улучшил способности Макса немного, кстати, шаман, который здесь есть, с ним встречаешься, он в очередной раз втирает нам какую-то дичь и прокачивает нас, вот и все. Так, все, маршрут попроложен, двигаемся по нему, что-то громко я немножко у себя убавлю, у вас это, по идее, вам тогда лампочки, так, вы нормально будете все слышать, так, и да, вперед, вперед с песней. У нас теперь три заряда нитро, я сделал следующее улучшение, у нас есть опарышевая ферма, то есть, да, Макс питается опарышами, есть источник воды бесконечный, можно приехать пополнить, ну, через определенное время флягу, у Макса больше здоровья, пополняются на станцию, когда мы приезжаем в замок Джита, у нас пополняются патроны для дробовика, мы можем теперь больше патронов для дробовика носить, на машине появились некоторые апгрейды шипы, но в целом все так же осталось, то есть, по сюжету все то же самое, друзья, вы ничего не пропустили, я избавил нас с вами от рутинной и неинтересной вот этой езды, бессмысленной, бесцельной и бессюжетной особой такой, просто вот песочница, песочницу я вырезал, скажем так, хотя, может быть, это не в последний раз, потому что, чует мое сердце, нам еще очень много перестаит впереди и качаться тоже. Куда мы теперь? На юг же, где места, где были бои, а где можно найти серу? Вот, вот, да, это, которое выняет, жестянчик знает, я тебе покажу. Ну что ж, показывай, жестянчик, я не против. Благодаря улучшенному нитро мы можем... О, нет, тихо, 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 это... Я не знаю, ребят, ну, я же должен, вы же знаете. Эх, черт, я сломал машину, теперь ее нормально доставить не получится, наверное, да? Или получится? Давай просто вылезем, дадим ему люлей. Макс у нас теперь покруче стал. Немножко покручил, в всяком случае. Все, готов. Ну, на этом, конечно, далеко теперь не уедешь, хотя кто знает. Блин. Если довезу, то получу 500 единиц лома. А тут далеко до джито ехать? Мы, в общем-то, недалеко отъехали, я думаю, что можно это немножко, да? Того. Или не стоит? Да не, далеко ехать нафиг надо, почти до серы доехали, не буду я ничего делать. Эй, слышь, ты? Ты, пес, иди сюда. Вообще, пух. Ну ладно, фиг с ним, не будем сейчас этим заниматься, это все ненужное. Гнутый починил нам машину. Эти рано или поздно вылезут из автомобиля и пойдут в руко... Ох ты, иди-ка сюда, иди-ка сюда, я сейчас тебе покажу, как меня переезжать. То есть, вообще легко. Макс теперь вообще... У него удар такой, что несколько ударов по обычному такому противнику, и противник готов. Вон он, вон он, ладно, все, давай не будем всем этим заниматься. Давай машину с ломом взорвем. Я ни разу еще не пытался их просто разобрать на части, то есть взорвать. Вдруг тоже много дадут лома за эту машину. Ну, какое-то приличное количество, которое удовлетворит, скажем так, мои ожидания. И ваши тоже друзья, кто знает, кто знает. Вдруг дадут много. 7, 4, 6, 4, 4. Ну, побольше, чем из обычного автомобиля, конечно. Ну, ничего особенного, честно говоря. Я думал, побольше, конечно, будет. Ну, не 500 единиц лома, как если ее привезти, но единиц 200 будет. К сожалению, это не так. Так. И надо отметить то, что мы подъезжаем к источнику серы или селитры. Уже достаточно близко. Мы почти добрались. Почти добрались. Гнуты, держись крепко. Смотри. Так. Сейчас посмотрим, что к чему. Гарпун у нас, кстати, тоже улучшенный. Более такой крепенький, хороший гарпун у нас. Противников не вижу. Куча машин. Что-то он говорит. Это молодец. Ты давай, поясни, что происходит. Вы что-нибудь понимаете, друзья? Я вижу трупы. Ага. Разорвали на части. Да, действительно, разорвали. Отметить место. Нужно найти второе. Ну, хорошо. Сейчас найдем. Сейчас найдем. Соберем немного лома. Конечно, не самый эффективный способ сбора ресурсов. Дело в том, что, поскольку захвачены некоторые форпосты, которые я успел отбить у противника, да, эти места, занятые лагеря, они время от времени поставляют нам лом. Ну, мы об этом заранее знали. Ну, когда у тебя один лагерь захвачен, там понты. А когда у тебя нормально захвачен, у меня сейчас где-то в районе 160-200 единиц лома время от времени. Я не знаю, сколько там. Раз 2 часа, раз 3 часа или как. Так, ну, некоторое количество получается. Не надо отметить, не такое же плохое. Я отмечаю. Так, я поставил метку, но почему-то не показывает маршрут. Ну, не показывает и не показывает. Главное, на карте отмечено, где этот маршрут примерно находится. Великое ничто. А, то есть здесь я могу просто погибнуть, да? Великое ничто. Да. Судя по всему, если я буду продолжать путь, то что-то произойдет нехорошее. Великое ничто. И это, ну, пределы мира, пределы карты. Туда выезжать нельзя. Что ж, вернемся. Я думаю, нам никак не помешает вернуться. Это мы спокойно возвращаемся. Сейчас найдем какой-нибудь более нормальный путь, какую-нибудь трассу и будем придерживаться ее. По трассам, соответственно, в этой игре, по дорогам автомобиль двигается быстрее, нежели по местности необработанной. То есть по пескам, по грунту. Грунтовая дорога здесь существенно замедляет передвижение, как вы, наверное, уже заметили. А вот, собственно говоря, и дорога. Мы выезжаем на дорогу и скорость тут же увеличивается. Поэтому можно проходить нашу прекрасную игру быстрее. Вы знаете, неплохо вопрос, насколько эта игра подходит для прохождения под видео, как мы сейчас с вами делаем. Подходит, если какие-то моменты вот эти вот песочные вырезать. То есть проходить они не особо зрелищные, не особо интересные такие рутинные. Игра большая песочница, да. Здесь есть сюжет, здесь есть все это. Но в основном приходится нудной работой заниматься манчкинизмом, развивать своего персонажа и так далее. Это по-своему интересно, но очень однообразно. Мы немного этим занимались, друзья. Теперь такие моменты, конечно же, я буду вырезать и оставлять для вас самое сочное, самое интересное. А именно продвижение по сюжету. Чем мы сейчас и занимаемся. Мы едем до следующей точки селитры или серы. То есть добывать следующий источник, помеченный на карте. Вредные очень у нас преследователи. Они не хотят отрываться от нас никак. Точнее, не хотят отставать, я хотел сказать. Вот. Но три заряда. Так, вот это интересно. Это вы зря, ребят. Честно, зря. Пусть вас много, но это вам не поможет. Противники слабые. Вот эти противники, они, в общем-то, изначально. Это начальные противники. Они вообще сейчас Максу ничего сделать особо не могут. Вырубаем мы их буквально два-три удара и все. Смотри-ка, какой. Попался один очень упертый. Готово. Все. Пошел режим ярости и... Готово. Ха-ха-ха-ха. И все уже. Все уже. Ничего им не светит. Слабые противники. Здесь есть противники более сильные. Вы уже их видели, собственно говоря. Вооруженные оружием. Вот у нас какое-то есть тут копье. Ну, это все мелочи. Это все не то. Есть противники пострашнее. Мы отметили вторую точку на карте. Что касается боеприпасов, которые нам пообещал Джит. То есть бесконечное количество и так далее. Ну, вообще-то мы собрали уже соответствующий модуль, кстати, на его именно базе. На базе Джита в замке. И у нас, когда мы прибываем в замок Джита, у нас пополняется запас патронов для дробовика и для снайперской ментовки. Снайперская ментовка, кстати, у нас тоже третьего уровня улучшенная. Осталось у нас вот еще. Еще у нас один пункт, который необходимо посетить, разведать, скажем так, провести геологическую разведку. Ну, только так это можно назвать, потому что чем мы занимаемся? Мы занимаемся геологической разведкой. Тихо-тихо. Фантастика, летим. Он все время... Молодец. Удивляется таким вещам. Я вот удивляюсь, какой он живучий. Он нигде не выпадает. Его поджигает. Ему до лампочки гнутый вообще. Ну, очень опасный тип. Очень. Такой непростой. Живучий засранец. Так. Срежем путь. Срезать путь мне в последнее время весьма нравится в этой игре. Во-первых, это замечательная возможность избежать столкновения с патрулями противника. А с другой стороны, это действительно экономит время порой. Но не в данном случае, потому что нам надо вот это, наверное, сбить. Я немножко отвлекусь, но это будет ненадолго, буквально чуть-чуть. Я надеюсь, что того гарпуна, который у нас есть, а у нас, по-моему, четвертый уровень гарпуна нам хватит. Вот так его поставили. Надо немного сократить. На других территориях, кстати, за пределами владений джита, нашего джигита, я тоже уменьшил влияние члема этого. Материалы, что-то там. Не кричи, парень. Сейчас все нормально будет, не бей панику. Нет. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот. Есть. Похоже, подходит. Похоже, подходит. Достаточно у нас сильный гарпун. Есть. Отлично. Правда, мы упали, но забавно. Наша машина настолько... О, видите, третий уровень угрозы. Третий уровень, надо отметить, это достаточно небольшой уже. Начинается все с пятого, полностью заполненном, а тут уже третий неполный. Это хорошо. Это очень хорошо. Значит, на этой территории мы хорошо смогли подкосить силы противника. Достаточно ослабить его, перебить его, дружбанов, этого члема, члена. Похоже на что? Похоже на снайперскую вышку. Может, я уже здесь был и убил. А, да, видите, отмеченная зеленой галочкой на карте. Я здесь был. Здесь какая-то база небольшая была, нефтяная. Я ее тоже захватил. Снимать, опять же говорю, это не имело смысла. Почему? Потому что выглядит так. Приезжаешь на базу, ворота, цистерна, как всегда. Срываешь ее, нагибаешь там всех, взрываешь все цистерны. Все типа захвачено. Появляется там парочка человечков нейтральных к нам, точнее союзных. И все. И больше ничего и не происходит. То есть такая рутинная песочница. И не более того. А вот сейчас, похоже, будет интересно. Опаньки, вот так. Интересно, они будут меня преследовать? Да. Будут, 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 потому что это патруль. Или не будут особо. Я, наверное, сейчас смогу от них оторваться, ребят. Эх, не смогу. Они меня догоняют. Нет, все, они где-то замешкались там, развернулись. Все нормально. Я прорвался. Прорвался. И я вижу снайпера. Быстрее. Быстрее, Макс. Так. Так, вроде больше нет, да, здесь снайперов? Видите, я, может, не вижу никого. Сил противника не видно. То есть... Относительно спокойно все. Интересно, а что это такое вокруг? А, понял, понял. Это сера. Это по-любому будет сера. По-любому. Так вообще как-то все зеленое. По-моему, сера немножко по-другому выглядит. Хотя я могу ошибаться. Ладно, это не важно. Давай. Вот так. Ставлю отметку. Да, Макс, молодец. Ты поставил отметку. И выходит, что? Выходит, мы выполнили задание. Задание пустоши выполнено. Прах. Праху. Джид получил доступ ко всем ресурсам. Необходимым для того, чтобы расширить производство и начать торговлю с Бьюхорозом. Вот, видите, мы одного князя с другим этим местных владык наставляем, скажем так, на путь истинный. Этот проект будет выгоден и мне в том числе. Продолжить. Доступ арсенал. Крепость Бьюхороза. Какой стрелок? Ты о чем? Что ты кричишь? А, вон там, что ли? Да, это ладно. Это мы не будем трогать нам вообще до лампочки. Есть там стрелок, нет там стрелка. Давай возвращаться, наверное, в крепость к Джиту, потому что... Так. Не понял. Давай живее. Нет, 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 нет. Быстрое перемещение почему-то не работает. Наверное, потому что где-то рядом противник есть. Но я так это понимаю. Не иначе. Скорее всего, как-то так. Давай немного отъедем. Нет. Нету быстрого перемещения. Почему-то мы не имеем доступ к нему. Почему? Не могу пока понять, но вот это так. Давай. Вот это еще. Нет. Не получается у нас, да? Слишком высоко. Гнутый, какие у тебя мысли по этому поводу? Почему нам не дают быстрое перемещение? Не дают и все. Смотри-ка. Что-то отмечено. Лом какой-то. Да, так я тут был уже. Я был здесь. Давай доедем до шамана. Может он нам в очередной раз сможет что-то интересное рассказать. Он какую-то дичь несет самую настоящую. Ты имел все, но ты все потерял. У тебя есть предназначение. Да, мы знаем, что Макс все потерял. Что у него есть предназначение. Это, в общем-то, Южу понятно. Давай как-то уже раскрывай карты более глубоко. Глубоко и надежно рассказывай, что происходит. Какое же предназначение этого самого Макса. Что нам делать дальше? Веди нас по сюжету. Он вообще предназначен для того, как я понял, чтобы нас прокачивать. Этот персонаж обеспечивает прокачку нашего главного героя. Да, ты подходишь к нему. Он втирает тебе очередной раз какой-то дичь. Дует в лицо. Не знаю, кокаином или чем-то, что наш главный герой теряет сознание. И вот в этом бессознательном состоянии мы можем немного прокачаться. Так, где ты будешь на этот раз? Только не говори, что мне придется опять все объезжать, чтобы забраться на гору. Я... Они нас заметили, стервятники. Да ладно, заметили и заметили. И что дальше? Вот так. И пофигу вообще. Стервятники крайне противные противники, но в рукопашном бою тоже ничего особенного из себя не представляет. Помните те упыри, которых мы убивали при... Вот, союзные лагеря добыли 220 единиц лома. Видите, сколько у меня добывается? Я на халяву лом получаю время от времени. Ну как на халяву? Я это заслужил. Я тут нас вобождал, лагерей всяких. Так. Давай-ка мы вылезем. И поговорим, говорится, как мужчины. Иди сюда. Э, слышь ты? Иди сюда, я сказал. Вот так. Ну ты, блин. Зараза. Своих же попинала. Давай, 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 давай. Ну чё ты как девочка, влазь, влазь. Да, нехило меня он повредил, этот гадёныш. Проблемно сейчас с ними бодаться, потому что они очень бронированные. Или, может, попробовать всё-таки? Не, ну ты смотри. Они не хотят покидать машины. Надо как-то подстрелить водителя, наверное. Потому что так это долго будет очень. Я чувствую. Нет, всё это не то, ребят. Надо либо сваливать, либо ждать, когда они вылезут. Но они не хотят вылазить, поэтому... Ну их нафиг. Всё-таки... Я думаю, я так вас разберу, гадёныши. Это, конечно, будет не самой простой задачей. Но это возможно. На ближней дистанции тяжело будет с ними драться. Они бронированные. Пока у них слои брони не снимешь, ничего не получится. Во! О-хо-хо-хо! Они вылезли. Вот какой он способ был с ними справиться. Ну давай, идите сюда, чё. Ага. Всё. Теперь им конец. Это по-любому. То есть они покрепче тех начальних противников. Ну, не особо. У меня просто ХП нету, поэтому мне сейчас с ними... Даже с ними проблематично драться. Хотя есть намного здесь страшнее соперники. Такие почти непробиваемые, там, с щитами всякие. С оружием улучшенным. Ну, тех тоже можно нагнуть. Всех можно нагнуть. Мы всех нагнём. Эй, Гнутый, чини машину. Гнутый. Варкук полно врагов, рыскающих во тьме. Давай поохотимся. Ээээ... Гнутый что-то загрустил, я смотрю. Ребят, у нас проблема. Что с нашим автомобилем? Так. Может попробуем немножко иначе всё сделать? Сейчас мы... Поменяем, скажем так, стратегию и тактику. И на машине противника Попытаемся наш автомобиль. Давай, 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 ну. Ну. Сейчас я чувствую, мы нашу машину ещё и взорвём нафиг. Мы можем это сделать, кстати. Ну, мне так кажется, что это вполне возможно. Ну, 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 ну. Ой-ёй-ёй. Не, всё нормально. Сейчас Гнутый чинить будет по-любому. Гнутый, чини машину. Пока не поздно. Красавчик. Красавчик Гнутый. Вообще там нормально работает. За пожарную команду в одиночку. Давай, давай, давай. Я не буду тебе мешать. Я в автомобиле посижу. Музыку послушаю. Кондиционер включу. Ладно, всё хорошо. Прыгай давай назад. На заднее сидение. Точнее, вообще там кузов. Пикап у нас неплохой такой получился, да. То ли пикап, то ли вообще представительный автомобиль такой, представительского класса. Давай поскорее доберёмся к этому индейцу. Улучшим наши способности. Может быть, он нам что-то новое по сюжету скажет. И почему не работает быстрое перемещение? Я не могу понять. Серьёзно, ребят. Я не могу понять, почему не работает быстрое перемещение. Должно работать. Вообще железно должно работать. Но, тем не менее, вот факт остаётся с актом. Не получается. Ничего у нас не работает. Не можем мы этот тотем захватить. Да и нужен он нам, честно говоря. Как вижу футболка этот тотем. Давай к индейцу. Может быть, он даст нам ответы на наши накопившиеся вопросы. Давай, 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 давай. То есть, что мы сейчас имеем? Мы провели некоторые улучшения для автомобиля. Там, скажем, последние какие-то. Ну, последние, не знаю, что это имеется в виду. Мастер и так далее. Как-то не совсем понятно и очевидно это. Похоже, здесь мне выпрыгивать придётся и продолжать свой путь пешком. Давай, давай, чини там всё это дело. Мы дойдём сейчас до индейца. Я его индейцам не знаю. Я знаю, шаман какой-то, индейец. Кто он такой? Вообще он, по-моему, какой-то чернокожий рэпер или кто, не знаю. Сейчас он нам расскажет. Чем-то похож на этого. На Ридика. Из фильма Ридик. Давай. Давай, втирай мне свою дичь. Давай, давай. Почему машина должна быть так важной? Садись. Вот. Даже кошка может быть жизнедеятельно. Ты фокусируешь свою лояльность на смерти. Я могу двигаться машиной. Я буду трогать планы с саленом в машине. Люди, вон в мою сторону. Вы信ете машиной? Чего я тут улучшал? У меня 11 единиц улучшения. Здоровье по-любому на Макс. Метаболизм. Макс получил восстанавливать больше здоровья. Чтобы пищу восстанавливал. Да, опарышевая ферма. Будем ее использовать. Отжим. Где у нас отжим был? Интуиция. Чтобы дольше применять оружие ближнего боя. Но не всегда его можно найти. Боеприпасы. Получать больше боепасов при сборе трофеев. Не самое главное. Это нормально. Чтобы... Нет, ярость тоже не то. Оружием ближнего боя. Ну, пока хватит. Топливо при вождении. Не надо экономить. Это вообще. Я бы знал. Вообще не экономил. А ну, тут и так расходуется медленно это топливо. Особо никаких затрат нет, ребят. Тем более у нас сейчас нефтяная вышка стоит. У Джита у нас всегда. Приехал на базу. Полный бензобак. То есть. Порядок. Детальность. Чтобы получать больше ломов трофеев. Кстати, вот это можно. Ну, не имеем лучшего. Приходится трофеями тоже не брезговать. Поэтому пусть будет получать больше воды из источников. Разумность. Чтобы повысить уровень славы Макса на единицу. Давай вот это повысим и вот это повысим. Здесь все повышено. Интуиция. Ближний бой. Боеприпасы. Боеприпасов нам хватает. Контроль эмоций. Выучка. При атаке оружием ближнего боя. Детальность улучшили. Давай ближний бой улучшим. На всякий случай. Часто требуется. Вот так. Да. Что-то улучшается там. Мне просто нравится такая бутылочка. Она достаточно. Я много пью. Мне в детстве мама называла водохлеб. Много пью, ребят. И, кстати, это полезно вообще. Жителю города, любого большого, особенно мегаполиса, не менее двух литров воды в день надо выпивать. Я выпиваю и все три, а то и больше. Это хорошо. Положительно. Вот я за вечер могу выпить, ну, литра два точно. А еще днем там, то есть нормально. Нормально. Так. Наш автомобиль нас ждет. Гнут и все там. Загнул, погнул, починил. Красавчик. Тихо. Мы улучшили способности Макса в очередной раз, но, но, но. Давайте-ка зайдем в гараж. Зайдем к Максу и посмотрим, что мы можем улучшить. Здесь ничего нет. Новая. Новую бороду какую-то дали мне или что. Давай глянем. Нет. Эээ. Вы же копирали новую внешность. Вот. Внешность. Краска на лице. Да ну, что это за детский сад? Что это? Мазут на лице. Нет. Да не надо никакого мазута. Вы что, ребят? Нормально. Все. У меня нормальная внешность. Я не этот. Американский, там, бойскаут, там, морской котик, чтобы лицо свое изрисовывать. Никогда этого не понимал. Зачем это? Даже. Не знаю. Бонты какие-то. Я понимаю, что маскировка, ну, по-моему, это. По-моему, больше понты. Так. Что здесь у нас есть еще? Так. О. Навыки. Что мы имеем? Добивание о стену. Ударив врага о стену, Макс получает возможность применить мощный добивающий удар. Все удары, какие только есть, я все улучшаю. Я этим... Это обязательно надо улучшать, ребят. Это очень и очень помогает. Что тут новое есть? Пока 250 требуется, да? Нам требуется... Это мы добудем очень скоро. Сейчас бабки придут рассказать наши эти точки, где мы рейкетируем. Все придет и все будет нормально. Контратака. Контратака, позволяющая обезоружить вооруженного врага после идеального парирования. Кстати, вариант, хороший, хороший вариант для исследования. Ой, сколько новых ударов мы тут можем. Выход из захвата с заточкой. Освобождение из захвата с помощью заточки, деморализующей соседних врагов. Неплохо добивание холодным оружием. Павший врагам можно быстро добить оружием ближнего боя. Контратака. Ну, в общем, мы это поняли. Все ясно. Все понятно. Здесь новые тоже улучшения появились. Но пока что нам не хватит. Сейчас это очень дорого все стало. Потому что 2-3 улучшения в каждой категории я сделал. Сейчас каждое улучшение для автомобиля занимает по 500-600 единиц слома. Но, как вы понимаете, это лишь вопрос времени. Быстрое перемещение. Быстрое перемещение сейчас недоступно. То есть сейчас, судя по всему, кстати, потому что я вот думаю, да, у нас какой-то сюжетный сюрприз будет, скорее всего. Я раз нам не дают быстрое перемещение, давайте заглянем в крепость Брюхора за этого бородатого местного владыки. Побеседуем, может, с ним. Заодно пополним источник воды, потому что станция по добыче воды находится, наш колодец, будем так его назвать. Колодец находится ими у Брюхороза. Это улучшение. А вода нам никогда не помешает. Почему? Ну, я думаю, вы понимаете. Вода это восстановление здоровья. Это наша аптечка, по сути. Мерзкие отморозки хотят нас задавить. Да никого они не задавят. Что они там? Это первый уровень защиты. Это фигня полная. А у того вообще защиты нет. Блин, ну, тем не менее, нас повредили. Жопа, надо сваливать. Какая зараза, а? Гонятся за мной. Так, а я вот сюда заеду. Я вывалился, все нормально. Ну-ну-ну. Давай-давай-давай. Ничего ты мне не сделаешь. Все-все-все-все. Он застрял, 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 застрял. Вот так. Попался, красавчик. Опаньки. Вот так. Чик. И ты уже не девочка. Тебя пробили. Иди сюда. Иди сюда. Что же мне тут заготовки свои тянет? Лежать. Ааа. Very good. Серия попаданий. Да. Именно так. Серия попаданий и все вопросы решены. Вообще, как я понял, в пустошах умение драться на вес золота. Надо, если ты Майк Тайсон, то все. Ты местный авторитет сразу. Патроны здесь на вес золота. А кулаки здесь основной вид решения всех спорных вопросов, всех проблем и добычи славы. Так. Давай-давай-давай. О, небесная горелка заработала. Какая небесная горелка? О чем ты говоришь, дружище? Хватит нести бред. Итак. Полная фляга, полное здоровье. А парашевая ферма. А парашевая ферма. Вот она работает. Червячки лазят. Блин. Вот не очень, конечно, радужное будущее. Люди червяками питаются. Ну а что делать? Что делать? Источник белка хоть какой-то. Хоть что-то для организма. Что имеем здесь? Где у нас Брю Хоррес? Этот бородатый владыка местный. Он может нам что-то предложить. Какой-то контракт. Какое-то дальнейшее улучшение, продвижение и так далее. Нет ничего, я не вижу его. Брю, ты где? Он на верхнем этаже, но меня, похоже, пока к нему не пускает или пускает. Давайте зайдем отсюда. Что тут? Металлоломчики. Организуйте команду, которая будет собирать лом, пока игра выключена. У меня уже есть такое улучшение в крепости Джита, этого Джигита. Ну, пока меня не было, друзья, со вчерашнего вечера до сегодняшнего вечера. Сколько они собрали? А, кстати, вот, чистильщики. Давай-ка соберем. Есть возможность. Собрали они, по-моему, нам, друзья, что-то около 200 единиц лома. То есть у меня там было или даже меньше. Ну, не особо много собирают, честно говоря. Сбор лома с побежденных машин производится автоматически на территории крепостей. Хорошо. Хорошо, пусть будет так. Я совершенно не против. Любая копеечка, знаете, это копеечка, как говорится. Не будем брезговать. Если есть возможность улучшить, будем улучшать. Так. Релифия. Кстати, ничего так, байк, да? Вы знаете, по-моему, похоже на этот. На Харлей второй мировой примерно. Ну, что-то в этом роде. Вот он. Что там? Что это еще такое? Ну, что это такое? Классный байк. Нормальный такой, вообще душевный. Что это может быть такое? Не задавай таких вопросов. Тут все очевидно. Нет. Брю пока не хочет с нами говорить. И... О, нефтяной. И здесь можно нефтяной резервуар. Так это вообще замечательно. У меня столько деталей оказывается. Я и сам не знаю, что я могу столько вещей собрать. Насобирал этих ящиков. Вот. Автоматическое наполнение бензином. Замечательно. Да, похоже мы повысили уровень данной крепости в очередной раз. Это хорошо. Угу. Все. Хорошо. Крепость улучшена. Владение Брюхороза. Так, девочка, не мешай мне своим арбалетом. Дай пройти. Водила уровень 6. То есть мой уровень тоже повышен, да. Я могу снова пойти к индейцу. Но я не буду к нему часто ходить, потому что там такие понтовые улучшения. Там на 1 единицу что-то улучшить. Зачем? Уйти сразу уже, когда 8, 10 или больше возможных улучшений. Быстрое перемещение до сих пор невозможно, друзья. Голубых точек на карте, которые сюжетные, я тоже не наблюдаю. Вы видите где-нибудь такие точки? Они, ну, как я понял, это сюжетные точки, вот эти голубые. Тут написано еще зеленым, что установить последнее улучшение для мастера в гараже. Ху из мастер. Мастер это в гараже. Гараж, да. Винтовка, архангелы, понтов больше, какие-то архангелы, я, может, не понимаю. Улучшение, да, колпаки. Ну, ладно. Архангел, стража, демон крепости, капкан, похититель небесный. Мастер! А, вот для этого надо устранить, можно строить. Что можно строить? Можно строить. Построить. Да. Слышь, нормально. Мы построили. Да. То есть я построил мастера. Все, ништяк. Дальше, какое следующее задание? Миссия пройдена. Классика пустоши. Здесь тянщик назвал ее мастер. Эта модель будет еще на один шаг ближе к тому, что мне нужно. Гастаун по-прежнему остается нашей целью, но мы еще не готовы отправляться туда. Все верно, друзья. Именно так. Мы помогли джипе. Мы немножко помогли... Так. Шедевр. Тело ангела возгорания. Теперь ты являешься в облике. Вы читайте, ребята, потому что не всем нравится. О, и будет полностью, пока мы получим V8 из Гастауна. Ага. 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 А может, может... А может... Ага. 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 Конечно же, по сюжету, это улучшение машины. Это главное. То есть, им можно особо не помогать, но в небольшой степени я буду это делать, друзья. Я думаю, вы понимаете, почему так. Прошу, прошу. Прошу. Фига, рабыня, что ли? Ради ребёнка. Это горячка. Верь, дай его мне. Скорее. Он отхладит её жар. Пожалуйста. Да похоже, наружие похоже. Не лезь ни в своё дело. И не трогай товары. Интересно. То есть... Ладно, не будем лезть. Непонятно всё к чему. Ну, судя по всему, всё-таки это рабы. А Брюхорос не такой хороший, как хочет показаться. Он обычный урод-работорговец. Ну, давай. Эй, убийца. Карликовый граф Д. Карбюратор говорит, что ты хочешь. Пробиться. Я еду в Гастаун. Ну, конечно. Слушай, я много знаю о Гастауне и о пасти. Постоянно вожу товары туда-сюда. Если что-то нужно, говори. Я любой прямой разговор. Я видел твой гарпун. Он неплохой. Да. Завершающий стрих. И ты хочешь мне помочь. Пасти выглядит грозно, но у неё и есть слабое место. Петля. Петли, да? Димрим может быть ключевым. Ага. Я понял. И мы в расчёте? Да. Тогда мы будем в расчёте. Так. Миссия. Крепкий орешек. Эй, убийца. Отнесёшь коготь Джито? Да. К этому наглому собляку. Он и в этих штуках разбирается. Ну, не знаю. Не знаю. Насчёт Джито, фигито. Сейчас посмотрим. Не поднимайте панику на корабле. Разберёмся. Девочка, извини. Я знаю, что ты хорошая. Но, короче, тебе ООН поможет. Ха-ха-ха. Не, если сможем, конечно, поможем. Если будет такая миссия. Гнутый. Чё там? Нормально? Движок перебирает. Красавчик. Давай-давай. Делай своё грязное дело. Так. Что сказал Брихорос? У какого-то подита по имени Чихпых есть наконечник для грабуна Коготь. Я отниму его. Да, нам нужно что-то помощнее. Но вряд ли кто-то отдаст Коготь без боя. Надо, значит, достану. А там будь что будет. Капитан Очевидность Гнутый. Ты случайно не его родственник? Не Кэпа? Говорит, он без боя не отдаст. Понятно, что не отдаст. Кто что-то так просто отдаёт? У меня есть 181 единица лома. Я готов за эту сумму купить. Найти конвой Чихпыха. Ну и ник, блин. Чихпых. Чихпых тебе в рот компот. Понял? Ооо, 401 единица. А нифига нормально. Местный рэкет хорошие бабки приносит. Захватил крепости. Тебя постоянно отчисляют. Пока бы... Чё колёса? Чем тебе колёса не нравятся? Слышь? Нормальные колёса у нашей машины. О, какие колпаки. Да, конечно, не Бентли, но... Да, Бентли так не выглядит у нас круче. И вот, кузов мне этот не нравится. Слышишь? Машина Адольфа Гитлера была намного лучше. Вот этот вот, Мерседес какой-то. Времён Второй мировой. Ну, классная же была модель, согласитесь, ребят. А это чё-то не знаем. Чё-то непонятное. Автомобиль подростков Америки 80-х. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Нехило так, да? Чё, понравилось? Э, слышь ты? На жучке каком-то ездит. Ниссан Жук. Вот так. Тихо. Вот так, деточка. И всё. Да нет, блин, ну. Тихо-тихо. Удирает, удирает. Они, кстати, вот на слабых машинах, они удирать начинают, потому что дело керосином пахнет, дело жареным запахло. Всё. Бомболыло. Эй, слышь? Чё-то ты это, чё-то ты расслабился. Обнаружен маршрут конвоя. Подождите маршрут, мне надо вначале вот этого нагнуть. У меня с ним лично ещё-то. Иди сюда. Да ну ты, ты см... О-о-о-о-о. Ты чё? Решил на кулачках посоревноваться? Опаньки. Всё. Всё, отдыхай. Давай-давай-давай. Гнутый, быстро вращай своим ключом гаечным. Быстрее-быстрее-быстрее. Так, комвой будет проезжать где-то здесь, да? О, так это отличная мысль. Если комвой будет проезжать здесь, то очевидно, что мы сейчас просто заблокируем путь автомобилем одним. А вот тут уже надо подумать. Может, вторым автомобилем нашим заблокируем? По идее, они должны подъехать скоро, да? Ну, мне так кажется, что должны. А как иначе? Давай. Пока нету их. Будем ждать, не будем? Или сами поколесим? Я вот о чём думаю. Можно и поколесить? А можно и не колесить. Можно по-другому сделать. Тоже вариант, и что? Вопрос, откуда только они поедут. Так. Возьмём дробовичок. И будем так спокойненько ожидать их. А чё этот одинокий молодой человек здесь делает? Я не могу понять. Вроде никого вокруг. Заблудился, что ли? Как пройти библиотеку, да? Сейчас я тебе покажу, как туда пройти. Какой упертый. Ты чё, не понимаешь, что ли? Отдыхай. Вот, комвой члена едет. Отлично. А, они с той стороны едут, сука. Всё не как я планировал, как всегда. Как всегда всё получается. Смотри, объезжают гады. Блин! Всё-таки прорвались гады. Ну, чё делать? Да, подожди, я без канистры не поеду, понял? Иди нафиг, вообще. Меня мало интересуется, что там надо, не надо. Мы опаздываем. Они уезжают. Мне пофиг, я без канистры никуда не поеду. Вот бы мне автомобили четыре так захватить. И вообще тут нафиг всё перекрыть. И просто потом большой бум устроить. Но это так, знаете, из области моей фантазии, не более того. А жизнь сурового, сука, придётся догонять. Эй! Подождите меня! Надымили, блин. Напылили. Стоять, сука. Сейчас я вам устрою бомбалайло. Иди сюда! Куда ты там собрался, родненький? Надо взорвать обязательно этот конвой. А мне как его? Мне надо просто его или... Или можно так? Или можно просто уничтожить? Надо подумать. Так, ладно, ладно, ладно. Нет, 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 нет. Так, не катит. Пошёл в задницу. Если чё, я их тоже взрывать буду, потому что они мешаются серьёзно очень. Вот так вот, деточка. Не по-детски, чтобы. Иди сюда. Опаньки. Мы там наполовину повредили у него цистерну и так далее. То есть... Вот так. Патроны, главное, есть. И это очень хорошо. Вот так вот. Это то самое, да, или нет? Или я вообще левый конвой взорвал? Слышь ты? Отдыхай. Так. Молодые люди. По-моему, мы немножко ошиблись, да? Как вы думаете? По-моему, это не то. А, может, то. А, да, это то. Вон этот шип лежит. Всё замечательно. Вот так. Во! Что это? А... Не понял. Давай спереди. Миссия пройдена. Крепкий орешек. Коготь оказался приварен к чудовищному украшению на капоте грузовика. Возможно, его сможет выломать джид, который хорошо разбирается в оружии. Замечательно. Поедем сейчас к джигиту. Он этот кинжал нам выломает, и мы всем дадим жару. Э, слышь ты, биджо? Иди отсюда. Отдыхай. Ты задолбал на своем, этом, пирожке, блин. Терроризировать меня. Сейчас, нормально. Я тебе сейчас покажу, что значит. Это удар разве? О, подожди, иди сюда. И это удар? Не. Вот это удар. Ха-ха, нормально, да? Сейчас он болит еще, сваливать начнет. Кстати, их тут можно скидывать. Ага. Давай, давай, давай. Не ссы. И че ты вылез? Ты смотри, какой упертый. Все, да? Давай, 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 давай. Очко же выжил. Да. Конечно боятся, а ты как хотел. Гнутые. Они нас все боятся. Мы с тобой вообще тут местные авторитеты. Едем к Джигиту. Сейчас поговорим насчет когтя. Кстати, он же нам должен был арсенал улучшить. А арсенал у нас так улучшен. Особо можно по этому поводу тут и не разгогольствовать. Чумазые все. Ну, неудивительно. Дефицит воды, дефицит всего. Люди живут в тяжелое время. Так, давай. Когать, да? Говорят, им можно вырвать пасть. Это тебя Брюхорос разболтал. Ну да, это верно. Если применить черную магию. Объясни. Похоже, у тебя воспаление наглости. Ну ладно. Ты нам помог, так что слушай. Чтобы пробиться через первые ворота, нужно усилить гарпун. Четвертый уровень у меня. Но главная проблема, это их петли. Вот для чего нужна черная магия. Эй, слышь, давай нормально, без магии. Взрывчатка? О да. Для когтя можно сделать взрывной наконечник. Так, взорвешь петли. Бум. Стой. Так и сделаем. Так и сделаем, да, друзья. Так и мы это с вами сделаем как-нибудь. Так. Так. Да. Все нормально. Так, леди и джентльмены. Другие подруги. Что мы сегодня с вами сделали? Мы. Мы. Сука, я уже забыл. Мы добыли селитру. Серу. Разбомбили комвой. Добыли коготь. Улучшили. У брюхороза там все. Здесь тоже ребяткам наладили производство черного пороха. И будем продолжать покорять пустоши. Я чувствую, вот оно пошло. Развитие сюжета местного. Все. Вот этот нагиб настоящий начинается. Развиваем крепости. Захватываем гнем всех члена этого. Гнем. Член гнем этот. Гнутый улучшает нашу машину. Вон что-то от нас ходит. Видите? Что-то там зелененьким горит. Поэтому, если вам нравится путешествовать по пустошам со мной вместе, то вступайте в нашу армию. Нагивайте всех. И мы увидимся с вами.